До начала нового учебного года у юных новоуральцев еще два месяца. Но школы и учреждения дополнительного образования новоуральского городского округа уже вовсю готовятся к встрече с детьми. Межведомственная комиссия провела приемку 22 образовательных организаций. Подробнее о результатах далее. Система оповещения, видеокамеры, тревожные кнопки и даже условия питания детей – вот что проверяет комиссия. Каждый год в образовательных организациях обновляется оснащение в кабинетах, закупаются новые учебники, ведутся текущие ремонты. Чтобы учебный процесс начался без сбоев, межведомственная комиссия проводит проверку школ заблаговременно. В случае выявления проблем руководители организации могут оперативно их решить. Проверяются вопросы готовности учреждений к новому учебному году, которые связаны в первую очередь с безопасностью. Безопасностью антитеррористической, дорожной, санитарной, противопожарной. То есть мы, организаторы и руководители, все время помним, что это, конечно, учреждения с массовым пребыванием. Каждый день тысячи детей находятся в здании. Все учреждения показывают высокую степень готовности. Это очень ответственные. Руководители, команды всех школ, учреждений только образования – очень ответственные люди. Поэтому я думаю, что все завершится у нас как положено. На протяжении четырех лет школы и учреждения дополнительного образования обновляются по программе главы Новоуральского городского округа. Так, в 45-й школе продолжается замена окон и радиаторов. А во дворе 49-й школы заменили асфальтовое покрытие. А это почти 4000 квадратных метра. Все эти изменения создают максимально комфортные и современные условия для обучения детей. Самое главное, чтобы дети пришли в школу и были в безопасной среде. И именно поэтому безопасности уделяется огромное внимание со стороны всех органов. Конечно же, мы смотрим и то, как проведена уже подготовка к новому учебному году и по ремонтам, и по оснащению, по оборудованию. И директора школ большое внимание этому тоже уделяют. Есть средства, которые выделяются за счет областного бюджета. И за счет областного бюджета каждый год пополняются учебники, учебная литература в каждой школе, либо учебное оборудование в детском саду, в школе. На это выделяются областные средства. И спасибо администрации за то, что вкладывают огромные средства, не побоюсь этого слова, для того, чтобы подготовить наши учреждения к новому учебному году, чтобы наши дети обучались в современных условиях. Есть и программы софинансирования, которые позволяют проводить ремонтные работы в образовательных учреждениях с участием областного и федерального бюджетов. Привносят новшества в образовательную среду и сами школьники. К примеру, в 56-м лицее есть зона безопасности дорожного движения. С идеей ее создания дети выступили на конкурсе «Новые искатели» при поддержке фонда Тимченко и получили грант. Также в лицее располагается шахматный уголок. Он был организован благодаря участию детей в детском форсайте. Таким образом, юные новоуральцы сами формируют пространство, в котором они обучаются. Межведомственная комиссия проверила 22 образовательных организаций Новоуральского округа. То есть все школы и учреждения дополнительного образования приняты и ждут ребят в сентябре. Елена Мельникова, Дмитрий Дедюхин, Новоуральская обещательная компания.